МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сто тысяч исследований в год. Замминистра здравоохранения Евгения Котова прилетела с рабочим визитом в Читу. Первый в России четырехэтажный дом из переработанной древесины построили в Чите за несколько месяцев. 15 лет в медицине травматолог из Читы поставил на ноги пациентку после серьезной аварии. Об этих и других темах расскажем более подробно прямо сейчас. В эфире новости РТК Забайкалья в студии Екатерина Бокшеева. Здравствуйте. Ситуация с паводками в Забайкале остается напряженной. Из-за обильных осадков отмечается подъем уровня воды в реке Анон. А накануне в Петров-Забайкальском потопило 48 приусадебных участков и 21 дом. Еще 21 частное домовладение пострадало в поселке Орловский. Для борьбы с последствиями паводков в Забайкале по просьбе губернатора Александра Осипова прибыл самолет Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. По обращению губернатора Забайкальского края для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Забайкальского края из резерва по решению министра МЧС России спецрейсом доставлено 100 единиц имущества, включающего в себя мотопомпы для откачки воды и тепловое оборудование для просушки помещений. Оборудование планируется применять в населенных пунктах Забайкалья, которые попали под удар водной стихии по поручению губернатора Александра Осипова. Пострадавшим от паводков выплатят от 15 до 150 тысяч рублей в зависимости от степени нанесенного ущерба. Новенький многоквартирный дом в самом центре Читы накануне привлек внимание всего города. Этот модный красавец расположенный по адресу Смоленская 106 – первая жилая четырехэтажка в России, построенная исключительно из СИП-панелей. Этот дом произведен в Забайкалье и построен в Забайкалье и Забайкальцеве. Это зеленый дом. В нем главный материал – это древесина, при этом переработанная в соответствии с современными технологиями. Он оказывает минимум влияния на окружающую среду и его класс энергоэффективности А+. Он в два раза теплее, чем стандартные жилые дома, которые строятся традиционным способом. Монтаж СИП-панелей достаточно прост, поэтому на строительство дома ушло всего несколько месяцев. Остальное время заняла отделка. Результаты проекта уже успели оценить молодые семьи. Например, Наталья Калашникова одной из первых заехала сюда два месяца назад. Порадовала ее и стоимость квартиры. Она действительно дешевле, чем рыночная цена. Живет она здесь очень замечательно, очень хорошо, удобно все, все близко, все рядом. На торжественной презентации дома присутствовали первые лица края и города, у некоторых из которых за плечами тоже есть богатый строительный опыт. Качество работ оценил как председатель законодательного собрания Забайкалья Юрий Кон, ранее возглавлявший строительный факультет ЗАБГУ, так и глава Читы Евгений Ярилов. Сам, будучи инженером-строителем, очень внимательно изучил, что же за такое чудо технологии, насколько она будет востребована. И вот это изучение привело к тому, что я сегодня готов двумя руками голосовать, чтобы такие дома в Забайкале появлялись. Особое внимание отводится безопасности. Дом деревянный, поэтому каждая просторная теплая квартира оснащена системой пожаротушения. Риски сведены практически до нуля. В работе строительной компании активно помогает правительство региона. Завод домостроения «Инновация» является резидентом ТОР и получает различные виды господдержки. Кстати, сейчас идут переговоры о строительстве в нашем крае целого эко-поселка. И планы эти более чем реальные. Екатерина Пешкова, Никита Дроздов, РТК Забайкалье. Заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова сегодня работает в Чите. Она встретилась с губернатором Забайкалья Александром Осиповым и посетила учреждение здравоохранения. Первая остановка – травмпункт на базе городской клинической больницы номер один в Чите. Подробности в сюжете моих коллег. Не только обсудить достижения городской клинической больницы номер один, но и пообщаться с врачами. Заходя в каждый кабинет нового травматологического пункта, который стал первой точкой во время визита Евгении Котовой, заместитель министра здравоохранения России спрашивает медицинский персонал об условиях, сложностях и деталях работы. Что касается травм в последнее время, они весьма специфические. Работы хватает в травмпунктах. Работы с травматологом всегда хватает. Дети поступают в этих же кабинетах или у вас разделяются потоки дети взрослые? То есть вы с детьми работаете, с взрослыми? Ну как сейчас в летний период? Детей больше с травмами поступает? Да, честно говоря, больше взрослых, наверное. Больше взрослых летом? Которые любят пользоваться электросамокатами. Только за 2023 год сюда за помощью обратились свыше 54 тысяч человек. Здесь трудятся 11 врачей, 2 врача-стажера и 16 медсестер. Есть современное техническое оснащение, в том числе и для реабилитации. И сложно поверить, что еще 5 лет назад многое из того, что можно увидеть сегодня, просто отсутствовало. Предыдущее здание на улице Амурской с трудом справлялось с потоком пациентов. Корпус на Ленина выбрали не случайно. Вот и когда встал вопрос о том, что где, как делать, приняли решение, что по архитектуре он красивый, это там 100 тысяч рублей. Объект культурного наследия, да. Приняли решение ремонтировать. Ремонт дался тяжело. Тяжело, потому что зашли. Столько согласований еще надо. Да, да, да. Документацию все. Но даже документации зашли, начали, когда все ворошить, начало вылезать, вылезать. Но сделали в итоге, мне кажется, хорошо. Во-первых, лицо города сохранение, люди приходят. И объекты. Они мне говорили, что раньше на двух этажах располагался этот пункт, и как бы даже некомфортно для людей с травмой, подниматься. За Байкальскому краевому онкологическому центру тоже есть что показать заместителю министра России. В 2023 году здесь появился новый высокоточный линейный ускоритель заряженных частиц. Лучевая терапия является одним из ключевых методов борьбы с онкологией. И очереди на такое лечение раньше скапливались немалые. Благодаря приобретению второго аппарата у нас в первую очередь сократилась очередь. То есть сроки ожидания пациентами сократилась от двух месяцев до двух недель. И пропускная способность этого аппарата очень большая. Он может пропускать до 110 пациентов в день. Но не только лечить. Диагностика в системе борьбы с онкологическими заболеваниями тоже занимает одно из ключевых мест. Около 100 тысяч исследований в год проводят в лаборатории Забайкальского краевого онкологического диспансера. К слову, федеральные эксперты называют практику этой лаборатории одной из лучших на Дальнем Востоке. Не только из-за высококвалифицированного персонала, но и по качеству оборудования. И национальные проекты сыграли в этом одну из ведущих ролей. Мы вот как бы подняли со дна, сейчас на высоком уровне оснащения. Чтобы следующие 6 лет мы могли поддержать это, то есть запланировать заранее. Не в последний момент, что уже аппарат у вас не был, а запланировать заранее на переоснащение этого дорогостоящего цельного оборудования. Ну, уже регионный проект. Сегодня в рамках визита Евгения Котова посетит еще поликлиническое подразделение номер один, примет участие во вручении ведомственных наград врачам и обсудит результаты с губернатором Александром Осиповым. Екатерина Пешкова, Владимир Николаев, РТК Забайкалье. В Забайкалье каждый врач на счету. Отрадно, когда высококлассные специалисты остаются у себя на родине, они стремятся уехать в большие города. Врач-травматолог Роман Бянкин в городской клинической больнице Читы только за последних 3 года провел 370 экстренных операций. За 15 лет своего трудового стажа эта цифра кратно больше. Роман Бянкин работает врачом-травматологом уже 15 лет. В день через его операционный стол проходит до 4 пациентов. А ведь начиналось все с детства. Он и его сестра, которая впоследствии стала врачом-рентгенологом, с восхищением смотрели на своих родителей, работающих в Шилкинской ЦРБ. Мама – заслуженный врач Российской Федерации. На работе постоянно у родителей много времени проводили, с собой родители документацию брали домой, то есть все это как бы наблюдали, смотрели, как родители постоянно вызывали на работу, то есть когда люди нуждались в помощи. Были и халаты, и фонендоскопы, и тонометры, и все прочее, то есть это, конечно, было атрибутом нашего детства. После окончания медакадемии Роман не отказался от идеи продолжить династию врачей и выбрал одну из самых сложных, но в то же время интересных квалификаций – травматологию. Порой кости пациентов приходится собирать буквально по кусочкам. Да, это нелегко, но результат операции всегда радует. На мой взгляд, травматология – это прекрасная профессия, которая именно людей ставит на ноги. То есть здесь после каждой практически операции виден результат, то есть на следующий день пациент уже может активизироваться, кто-то ходит без костыли, кто-то встает на костыли, то есть результат он виден, так сказать, как на иголочке. После ДТП очень тяжелая травма, то есть была девушка, у нее был перелом бедра, перелом таза, была травма внутренних органов, и вот она успешно более месяца, по-моему, она здесь лежала, но по крайней мере отсюда она вышла на своих ногах, ну при помощи костылей, конечно. Однако и врач не всесилен, и, к сожалению, бывают случаи с печальным исходом. Каждого такого пациента мужчина помнит, и боль утраты всегда разделяет вместе с его родственниками. Есть пациенты, то есть группа пациентов, которые, к сожалению, не выживают, они уходят от нас, и это особенно тяжело через себя переносить. Все говорят, что медики черствуют, но все равно в этом плане, но все равно это все через себя проносится, это тоже отнимает на самом деле очень много эмоций, моральной энергии. А как вы после работы разряжаетесь? Ну, я люблю путешествия, рыбалку. Именно вот в родных местах река Ингада, река Четинка, очень часто там бываю, рыбачу. За свои труды Роман Бянкин удостоен благодарственного письма от Министерства здравоохранения России. Евгения Бузлаева, Даниил Ботвинский, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалия. Заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова и губернатор региона Александр Осипов вручили забайкальским медикам благодарственные письма министра здравоохранения страны Михаила Мурашко с добросовестный и многолетний труд. Церемония награждения прошла в стенах правительства региона. Это еще не все новости на сегодня. Смотрите далее в нашем выпуске. Особый рецепт пары из Четы делает целебные мази для бойцов СВО. Турники и гимнастические кольца о том, как продвигается строительство первого в регионе спорткомплекса для гимнастов, расскажут мои коллеги. За вклад в развитие в преддверии Дня физкультурников забайкальских спортсменов наградили благодарственными письмами и медалями. Курская область, Забайкалье с вами. Именно такую фразу активная молодежь Забайкалья составила из двух тысяч свечей. Накануне вечером неравнодушные забайкальцы пришли на площадь Ленина, чтобы выразить свою поддержку Курской области, которая подверглась ракетным атакам. Волонтеры и обычные жители вместе составили фразу «Курская область, Забайкалье с вами». В эти дни вместе с Курской областью вся Россия. 8 августа молодежь Забайкальского края собралась на площади Ленина, чтобы организовать значимое мероприятие и выставить из свечей слова «Курская область, Забайкальский край с вами». Действительно значимое мероприятие. Мы хотим поддержать Курскую область, потому что Курская область на сегодняшний день поднялась атаке. И мне кажется, все субъекты Российской Федерации должны оказывать какую-то поддержку данному субъекту Российской Федерации. Ну вообще для нас это является, можно сказать, жизнью. Мы всегда поддерживаем участников СВО. К тому же, когда произошло это в Курской области, стало очень жалко тех людей, детей, которые там находятся. И в первую очередь хотелось их полностью поддержать. И вот именно таким способом мы можем это выразить. К сожалению, мы не можем к ним приехать и хоть как-то поддержать морально, но то, что мы сделаем, это является для нас очень важным. Ведь мы знаем, что они все это видят и одни это чувствуют. В сентябре 2022 года сын Владимира и Ксении был мобилизован на специальную военную операцию. Когда повестка пришла в их дом, у них не было и мысли оставаться в стороне. Супруги стали не просто помогать фронту материально, но и придумывали свои собственные необычные способы поддержки бойцов. С 2022 года эта Читинская квартира всегда заставлена десятками коробок с медикаментами, пакетами с теплыми вещами и самодельными печками. Владимир и Ксения практически все свое свободное время тратят на помощь бойцам специальной военной операции. Когда все это началось, начали показывать, что люди помогают, я говорю, давай тоже как-то или группу, или что организуем. Ну как-то с группой у нас все это затягивалось. Мы начали, вот поставили, если вы видели, коробка возле подъезда стоит, и написали, типа, для фронта нужны банки. Началось все вообще с банок. Собираем, кое-что сами изготавливаем. Ну, всем, что может, на что хватает способной силы и средств, тем и занимаемся. Супруги не только помогают с отправкой грузов и плетут маскировочные сети, но и с недавнего времени начали изготавливать мази, которые помогают бойцам быстрее восстанавливаться после ранений. Рецептом с Ксенией поделилась ее подруга, которая целебным снадобьем поставила на ноги своего мужа, вернувшегося со СВО. Я зашла в интернет, посмотрела в интернете эти рецепты, и мы поехали в МКУ. Сами знаете, есть такой санаторий. И поговорили там с одним медиком. А он, помимо того, что он врач, он и занимается и народной медициной. И он, да, подтвердил, да, есть на самом деле у меня есть такая же мазь. И просто внес корректировки. Например, нужно, кто-то пользуется маслом оливковым, он сказал, нет, только нерафинированное вонючее масло нужно. Сын Владимира и Ксении на передовой служат в разведке. Пусть мама сейчас и не может крепко обнять своего ребенка, зато теплом своей заботы она может обогреть его и всех его товарищей, даже через тысячи километров. И вот почему мы не отправляем, как многие, только своим родным? Потому что нельзя помогать только своему родному. Они там зависимы все друг от друга. Если, не дай бог, с ним что случилось, к нему на помощь подбегут его же ребята, с которыми он в бою находится. Выкопают, достанут, потащат, вынесут. И как вот их обойти стороной? Ну, просто, наверное, это преступление. Ну, они все там как одно целое. В прошлом году родителям удалось съездить на Донбасс. Там Ксения встретила уже не щуплого мальчишку, а настоящего мужчину, на которого всегда могут положиться сослуживцы. И когда мы туда приехали, вот, честно, это такая гордость была за сына. Когда вот мы шли, по их месту, здесь, в обеспечении, у них как раз их только вывели из боев. Они были в боях с мая по сентябрь. Их только в сентябре вывели. И вот мы идем, они видят, что это мы родители его. И вот, понимаете, к нам подходят, вот просто идут, идут в одну сторону. Видели, разворачиваются. Спасибо за сына. Ему руки смут. Мне там, мы благодарны так за сына. Да мы с ним в любой бой. Дарья Пьяникова, Данил Ботвинский, Владимир Николаев. РТК Забайкалье. К другим темам. Сегодня в почтовое обращение вышла марка в честь Читы – город до трудовой дублести и славы. Это почетное звание столицы Забайкалья присвоил президент России Владимир Путин 10 сентября 2021-го. На почтовой марке изображен памятник железнодорожникам Забайкалья, установленный в Чите, в сквере на улице Магистральная. Тираж – 18 тысяч экземпляров по цене 60 рублей за штуку. Уже сегодня ее можно приобрести в Центральном почтовом отделении города на улице Бутина, 37. Одновременно с Читой в обращение вышли марки, посвященные городам трудовой доблести – Улан-Удэ, Вологде, Костроме и Подольску. К другим темам. В преддверии Дня физкультурника в Краевой филармонии наградили Забайкальцев, которые вносят весомый вклад в развитие спорта. Ветеранам отрасли, тренерам, наставникам и спортсменам первые лица региона и города вручили благодарственные письма и юбилейные медали к столетию образования госоргана управления в сфере физической культуры и спорта. Десять забайкальцев получили удостоверение и нагрудные знаки мастера спорта России. Были подведены промежуточные, но весьма значимые итоги пятилетия спорта в Забайкале. Свои поздравления через министра спорта региона Андрея Середкина передал министр спорта России Михаил Дегтярев. Сегодня наши атлеты доказывают своими результатами на различных соревнованиях, что Россия продолжает оставаться ведущей мировой спортивной державой. Примите слова глубокой благодарности за ваш ежедневный плодотворный труд, энергию и преданность своему делу. Добьемся намеченных целей, новых рекордов и блестящих побед. Желаю всем веры, надежды и любви. Ведь любовь к России и к спорту – это то, что нас объединяет. В рамках проекта «Герои. Победы. Будущее» мы продолжаем рассказывать о том, как изменился регион за последние пять лет, как меняют его к лучшему, в том числе и неравнодушные забайкальцы. Строительство первого в крае спортивного комплекса для занятий гимнастикой идет полным ходом. Строители возвели каркас здания, впереди его обшивка, а уже совсем скоро там появятся турники, кольца и маты. Подробнее о ходе строительства у моих коллег. Сейчас забайкальские гимнасты вынуждены заниматься в маленькой пристройке Дворца детского и юношеского творчества. Но уже через месяц спортсмены переберутся в современный зал для профессиональных занятий. В олимпийскую дисциплину планируют активно привлекать детей, в первую очередь, со школ поблизости. Конечно же, хорошо, что здесь рядом школа, детский сад, будет большое количество приток детей. Начнем с того, что это будут еще и уроки физической культуры по гимнастике, которые мы можем оказывать консультационные услуги и где-то вести методическую работу. Для воспитания будущих чемпионов здесь предусмотрели не только зал достаточной площади, но и специальные гимнастические ямы. За счет них атлеты смогут безопасно разучивать сложные элементы. Техническая готовность спортивного вооружения мы оценим 67% на сегодняшний день. Сроки сдачи данного модульного спортивного зала у нас вообще по контракту до 1 сентября. Но в связи с тем, что у нас здесь в июне проводились мероприятия по сдаче единого государственного экзамена и при подготовке основания, необходимо было, конечно, дать возможность ребятам в тишине сдать на отличные экзамены и не беспокоить. Поэтому немножко здесь сроки у нас сдвинулись, но мы будем догонять в любом случае. Подрядчик уверяет, что пара недель простой не сказалась критически на готовности спортзала. Каркас здания уже почти завершен. И рабочие уже начинают его обшивать сэндвич-панелями. Сейчас мы набрали форсированные темпы исполнения, поэтому постараемся выйти на, так скажем, искомый результат. Самое главное его преимущество заключается в том, что данное здание очень быстро собирается и имеет, так скажем, более серьезные технологические преимущества по сравнению с традиционными зданиями. То есть еще раз быстрое исполнение, эстетика сама. Евгения Петина, Даниил Ботвинский, Антон Носов, РТК «Забайкалье». Напомним, в «Забайкалье» на портале главная75.ru продолжается масштабное голосование в рамках проекта «Герои. Победы. Будущее». Найдите несколько минут, пройдите по ссылке к QR-коду, который сейчас на вашем экране, на сайт проекта. Расскажите о населенных пунктах, территориях или парках, которые давно требуют изменений. Давайте вместе менять жизнь в родном крае к лучшему. Это все новости на сегодня. Если вы столкнулись с проблемой, которую не в силах решить в одиночку, становитесь нашим народным корреспондентом. Номер для связи 21-75-03. Расскажите нам о своей проблеме, и мы вас обязательно услышим. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова